Реальная политическая дружба или показуха? В Европе обсуждают визит в США Эммануэля Макрона. Президента Франции в Белом доме принимали более чем тепло. Есть ли у визита политические результаты? И кто следующим приедет из ЕС на переговоры к Трампу? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Государственные визиты, обязательные по протоколу красная дорожка, воинские почести и праздничный банкет. А также необязательные от себя, похлопывания по плечу, объятия и даже поцелуи в щеку. Несколько дней мир наблюдал, как Дональд Трамп показательно демонстрирует политическую симпатию к Эммануэлю Макрону. Да что там, лидер Белого дома даже пылинки с гостя сдувал. Ну, почти пылинки. Это большая честь принимать вас. У нас особенные отношения. А давайте я перхоть тут у вас уберу совсем чуть-чуть. Мы должны сделать его совершенным. Он идеален. Итог визита. Десятки удачных фото и эпитетов, которыми журналисты пытались описать дружбу Трампа с Макроном. А вот политических результатов почти нет. Компромисса по спорным темам, ядерная программа Ирана, Сирия и американские пошлины на импорт стали и алюминия достичь не удалось. Это теперь задача для следующего гостя из Европы. Небольшая передышка и новый визит в пятницу в Белом доме ждут Ангелу Меркель. Канцлер Германии едет с рабочим визитом без помпы и почестей. Хорошо будет, шутят немцы, если Трамп вообще пожмет Меркель руку. Во время прошлого ее приезда хозяин Белого дома не услышал настойчивые просьбы журналистов сделать это для протокольного фото. В Берлине, впрочем, на эти неприятные мелочи особого внимания не обращают. Политологи объясняют, канцлер любит не обниматься, а решать вопросы. И предполагают, возможно, Меркель и Макрон специально так расписали роли в своем европейском тандеме. Дескать, сначала президент Франции очаровывает Трампа, а потом приезжает канцлер Германии и уговаривает его. Так ли это станет понятно после визита Меркель, когда прозвучат или не прозвучат политические заявления? Возможно, в том числе и по Украине. Во время визита Макрона эту тему, по крайней мере, публично не поднимали. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.